Всем привет, с вами Игорь на канале Homemade и сегодня мы с вами будем делать крутую лампу из старой клавиатуры. Поехали! Первым делом нам понадобится клавиатура. Старая клавиатура и чем больше размером, тем она лучше. Я нашел у себя вот такую вот устаревшую клавиатуру, у нее был старый разъем, который нельзя было ни к чему сейчас подключить. Мы разбираем и внутри видим вот такую вот штуку. На медузу похоже. Надо своей девушке в ванную кинуть. А может мне надо, жить хочу. Ладно, это в помойку. Нам в первую очередь нужна вот эта пленка. Вот с этой пленки мы будем делать основной корпус. В моем случае пленка неровная. Если эта сторона идет ровная, то это в виде небольшой дуги. Поэтому нужно взять линейку и аккуратно, ровно отрезать. Лишнее, чтобы не выпирало, чтобы была ровная, красивая полоса. Итак, пленка обрезана. Этот край тоже желательно обрезать, потому что вот этот вот сегмент может сильно выделяться. Но вы смотрите, как у вас будет. Может у вас оно не будет так сильно выделяться, вот эта часть. И может вы оставите так, как есть. Я сейчас буду это все собирать и посмотрю. Может я его обрежу, может оставлю как есть и без каких-либо изменений оно будет нормально выглядеть. Следующим шагом я на 3D принтере распечатал две вот такие вот части. Это нижняя часть, основание. Здесь есть паз, куда будет вставляться эта пленка. И верхняя крышка. Здесь также есть паз, куда будет вставляться пленка. Она будет вот так это выглядит. Пленка будет сверху накрываться этой крышкой. Сейчас попробуем вставить. И я немного не угадал с 3D моделью. Я сделал круг намного шире, намного больше. Он должен быть меньше в диаметре, чем пленка. Видите, здесь как раз если бы я полностью обрезал, здесь осталась бы щель. Но из этого есть выход. Эта пленка состоит из трех частей. Одна пленка с сеткой, вторая прозрачная и третья пленка с сеткой. Можно пленки просто сместить немножко. Относительно друг друга. Сделать небольшое смещение. То есть, вот я смещаю, вот они были так изначально. Вот так смещаю примерно. И попробуем теперь еще раз вставить. Вот что в итоге получается. Я даже не знаю, в принципе, оно здесь так неплохо перекрывает. Единственное, что вот эти полоски сильно темные, сильно широкие. Они сильно выделяются. Хотя, если с этой стороны повернуть, может в принципе ничего обрезать не нужно. И так сойдет. И потом точно так же аккуратно нужно будет надеть вот эту часть. Вот такая лампа будет. Осталось внутрь поместить электронику. Прикольно. Для сборки нам понадобится некоторая электроника. Я буду использовать Arduino Pro Mini. Bluetooth модуль. Я буду использовать модуль HM10, потому что он нормально работает как с Android устройствами, так и iOS устройствами. Литий-ионный аккумулятор, зарядное устройство для аккумулятора на ATP4056, повышающий модуль, а также светодиодная лента VS2812. Продолжение следует... Смотрим на результат. Здесь установлена вся электроника, зарядное устройство для аккумулятора, повышающий модуль, Bluetooth модуль и Arduino установлено. Ну и соответственно аккумулятор. А с этой стороны установлен выключатель. Вон он там выглядывает. Вот этот выключатель. Здесь у нас наклеена лента светодиодная. И сверху точно так же будет устанавливаться вот такая вот пластина со светодиодами. Нужно будет еще подключить питание и линию данных. И на верхней крышке точно так же по контуру наклеена лента. Также наклеены светодиоды. И они соединены между собой. Вот три линии. Линии питания и линия данных. Осталось буквально несколько действий. Это подключить питание к вот этому диску. Также подсоединить контакт данных, линии данных. И также припаять вот этот диск. И в принципе электроника уже вся готова. Сейчас давайте мы подсоединим эту пластину. Припаяем ее. А дальше перейдем к скетчу и рассмотрим код. Субтитры сделал DimaTorzok Рассмотрим схему устройства. Установлено TP4056, который заряжает аккумулятор. Дальше установлен стабилизатор напряжения, который повышает напряжение с аккумулятора до 5 вольт. От этих 5 вольт питается светодиодная лента, ардуино и блютуз модуль. Думаю с подключением блютуз модуля у вас не должно быть никаких проблем, потому что это стандартное подключение, подключение к сериалу и там каких-то особых нюансов нет. И также установлена у нас светодиодная лента. Я здесь представил одним светодиодом, который подключен к 6 пину. В принципе схема простая, элементарная, в ней легко разобраться. И вы можете ее переделать так, как вам будет удобно, либо вообще ее изменить под другую конфигурацию. Рассмотрим скетч. Вначале подключается библиотека. Определяем пин, к которому подключена лента, а также количество светодиодов. У меня здесь их получилось 58. Указываем настройки для работы с лентой. Дальше определяем некоторые переменные, которые будут использоваться. Инициализируем сериал, потому что у нас связь через блютуз идет именно через сериал. А также инициализируем настройку ленты и выключаем ее. В основном цикле программы слушаем сериал и смотрим, пришло что-то, пришла ли какая-то команда или нет. В переменную C мы принимаем те данные, которые мы получаем через сериал, то есть команды, которые приходят. И как только пришел конец строки, либо значок обратного слэша, который означает, что пришел конец команды, тогда мы переходим в функцию определения команд. Здесь в зависимости от того, какая пришла команда, выполняем определенные действия. Например, уменьшить яркость красного цвета, или зажечь красный на полную, либо выключить, либо увеличить яркость красного цвета. И так для каждого отдельного цвета, для зеленого, для синего. Либо включение определенных режимов, например, режим радуги, режим радуги номер 2, режим радуги номер 3. А также две команды, которые управляют скоростью смены цветов, скоростью работы режимов. Дальше в основном цикле программы, в зависимости от того, какая пришла команда, то, соответственно, выполняем ту или иную функцию. То есть тот или иной режим работы включаем. Все режимы работы прописаны здесь внизу, я их подробно не буду разбирать. Вообще есть очень много разных эффектов, разных режимов работы для ленты. Вы их можете найти в сети очень-очень много разных, и подобрать те, которые для вас больше всего подходят, и написать их себе в скетче. Я оставил только вот несколько. Это несколько режимов радуги, а также просто изменение цвета. То есть можно выбрать какой-то конкретный цвет. Эту прошивку мы прошиваем. Осталось только установить пленку и проверить это в работе. Итак, давайте проверим это все в работе. Включаем лампу, открываем сериал. Bluetooth, кстати, должен быть включен. Вот он определился наш Bluetooth-модуль. Мы к нему коннектимся. И у меня здесь уже набросаны кнопки для управления. О том, как работать с этой программкой, как добавлять кнопки, я рассматривал в другом видео. Ссылка на него будет в описании. Ну, давайте попробуем красного чуть-чуть добавим. Он загорелся красный. Отключим. Давайте синего добавим. Медленно работает. Давайте скорость увеличим вот так кнопочку. Нажимаем. Теперь попробуем. Так, синий. Оп. Видите, как быстро переключается. Еще скорость увеличим. Это максимальная скорость, которая у меня выставлена, которая возможно сделать. Ну, прикольно. Можно, конечно, было бы сделать, чтобы моментально все переключалось. Максимальный синий. Вот так. Так, выключаем. Максимальный красный. Выключаем. Так, попробуем сделать желтый цвет. Ну, какой прикольный желтый цвет получился. Так. Отключим красный. И отключим зеленый. Попробуем радугу. Попробуем ее ускорить. Так, это максимальная скорость. Попробуем теперь замедлить. И вот так вот все работает. Отлично. Здорово. В идеале нужно было бы еще поставить сюда какую-нибудь рассеиватель. Полупрозрачную пленку, которая бы закрывала светодиоды и просто было бы свечение. Но у меня такой пленки, к сожалению, не нашлось. Но было бы здорово ее поставить. Тогда свечение было бы более плавным, более ровным. И не видно было бы ярких светодиодов. Так, выключаем. И теперь нам нужно установить пленку. Здесь у нас паз. И в этот паз нужно аккуратно вставить ленту. Здесь немножко оттопыривается. Можно прихватить скотчем. Либо клеем аккуратненько заклеить. Вот такая лампа у нас получилась. Класс. Здорово. А ну-ка, включаем. Подключаемся. И попробуем. Класс. Класс. Смотрите, как прикольно. Какая прикольная лампа получилась. Из минусов. Крышка тонковатая, просвечивается. Ну, не учел. Но это из мелочей. Классно. Прикольная лампа получилась. При желании можно все заклеить, чтобы она очень крепко держалась и не распадалась. Сейчас она легко снимается, потому что нету ни клея, ничего. Но достаточно заклеить и будет крепкая прикольная лампа. Здесь внизу для зарядки и выключатель. Вот такой интересный проект у нас получился. Прикольный проект у нас получился. Прикольный проект у нас получился.